Иван Шупенько, нападающий первого звена, десятый номер Иван Крутько на 21 номер, ассистент капитан Ярослав Александр Пашкевич, прошу прощения, но обрещание забрасывают и забрасывает у нас по всей видимости капитан Ярослав. Давайте смотреть, каким образом забрасывают. Говорушка, ну в принципе здесь, ну скажем так, повезло. В Гронинской области, а Иван Иванов представляет сборную Могилевской области. Что же касается самых опасных хоккеистов сборной Брестской области, а у нас меняется вновь счет на табло и брещание. Нет, его шайба на турнире. Давайте смотреть еще раз, прячем на дальнюю. Бросок в ближнюю девятку и не мог здесь выручить. Ну и Александр Пашкевич, а вот в общем так, увеличивает преимущество своей команды и тут же Артем Кульчицкий забрасывает, но вот это да. Ну это шайба Кульчицкого как раз таки. Еще раз здесь, ну в принципе, видели вы, да, в Гилевской области. Так вот, там вовсе еще не очень весело получилось. 27-18, такая общая статистика по броскам, а счет 4-0 становится. Ничего себе брещание, так как стартует. Во-первых, о том, что, ну есть какая-то такая система совпадений. Водение тут прошла передача Наталья, тут скорее, наверное, на вопрос сухими, да, в раздевалку и сборная Голинской области не сумеет там ни одной шайбы забросить. Это будет катастрофа, конечно, для номинальных хозяев, но под мои слова, в общем-то, вот эта катастрофа спасает Кирилл Заичка. Шайба на турнире. Вот мы смотрим, повтор, с разворота бросил, ну попал, здорово. Волк не дотянулся. Хотя бросок хороший рассматривался в первой половине периода, потом был, да, маленький кусочек в пользу гамильчан, потом, наверное, кусочек в равной игре. И, пожалуйста, 5-1, что он старается. Вот то, о чем я и говорю. Попрещали, возвращая себе контрольную пятую для своей команды в первом периоде. Так дела. Но пока отличались пять разных хоккеистов у сборной Брестской области. Говорю, что Пашкевич как-то так-сяк залетели в ворота, да, незаслуживание. Очень здорово команда из Бреста. Из Брестской области выглядит, пожалуйста, на Александр Пашкевич, делая счет 6-1 уже на старте периода. Это случилось спустя 2 минуты и 13 секунд после старта выбрасывания. Ну, а здесь сколько прошло? Ну, мне кажется, секунд 20. В общем-то... Это очень неприятно. Я в сборной Комельской области, но реализован пауэрплей и забрасывает. Или нет? Давайте смотреть. Вот идет наверх, на Дорошкина. Тот набрасывает, а Заячку подкорректировал, по всей видимости, полет. В принципе, это уже было видно, что Гроссов Краховский находится в таком неудобном для себя положении. А где Шайба? Шайба оказывается все-таки в сетке. И вот вам и третье от Гамильчан. Кирилл Гутеров забрасывает 6-3. Показывает там повтор этого эпизода. Давайте смотреть еще раз. Вот он все-таки перед клюшками пищика на свою вставил. Выглядит он не слишком опасно, когда столкнулся с бортом на подачу. Стало немного тревожно. И вот момент у Гамильчан. Бросок в ближнюю девятку. Забрасывает Владислав Кунцевич. 6-4. Ну, здесь ошибка на синей линии. Воспользовался этой помаркой соперника. Одинственный номер. Шайба. А шайба у Вадима Иванова. Ух ты. 3 в 2. Бросок поворотом. И забрасывает Александр Пашкевич. И оформляет хит-трик. 7-4. Старается счет. Третья другу. Прямо на клюшку, пожалуйста, Пашкевич. Передачу получил. Здесь между ног Иванова шайба пролетела. И над ловушкой гонируется. Шайба не прижата. Корпик не дотягивается. Побывала в воротах или все-таки нет? Все-таки побывала. Ну, вот повтор есть. Смотрим. Да, да, да. 100%. 100% шайбы побывала в воротах. И это Владислав Кунцевич. Ну, а тем временем минута и 48 секунд. Остается до конца этого матча уже. Теперь будем говорить о том, что до конца матча, потому что за 16 шайб команда пропускает. И при том, что опять же, голкиперам вопросов-то больших нет. Скорее провалы в обороне.